Всем привет, с вами я, Ника Ленина, и данное видео не форма для моего канала, но сделать мне его очень хотелось. А все потому, что на днях я получила посылочку прямиком из Японии. Оказалось, что такой предновогодний подарок мне сделали мои друзья из Беларуси при помощи их сайта akamibox.com. Этот сайт предоставляет услуги по доставке всяких вкусняшек, да, из Японии прямиком. И вы можете тоже им пользоваться, сайт русифицирован, поэтому проблем у вас не будет. Вы можете заказать одну посылочку, можете заказать подписку на посылочки, и каждый раз, как оказалось, они меняются. Ну что ж, у меня в руках вот такая посылочка. На крышечке вы видите изображение маскота akami, с ней мы уже встречались. Написано, естественно, akami box. Очень все миленько, няшненько, тут всякие котики. Ух ты, сколько тут всего интересного. Смотрим, что у нас здесь. Здесь открыточка, вот такая штучка. И поехали. Ммм, это шоколадные палочки. Я знаю, они очень вкусные. Видели в анимешках постоянно их девчонки и мальчишки грызут. И да, именно тут вот такие два блока. Это очень вкусно и очень сытно, на самом деле. Я их пробовала, мне, кстати, солисты японские, с которыми я гастролировала, тоже давали такие вкусняшки попробовать. Это классно. Так, дальше. Какие-то, видимо, жвачки, жвачечки. Знаете, похоже, у нас раньше такие кругленькие маленькие были. Вот так это выглядит. Здесь еще прозрачненько, чем-то похоже на маленькие апельсинчики. Ну, попробуем, узнаем. Так, что у нас дальше? Дальше это, я не знаю, что это. Хочется и вскрытие как-то так, и обидно даже, но что-то какая-то штучка. Ой, это какая-то как кукурузная палочка. Вы, наверное, не увидите, но я не хочу дальше вскрывать, потому что это надо еще все домой как-то донести и там слопать. Но пахнет реально, как наши обычные кукурузные палочки. Ну, попробуем. А, да, здесь даже для таких, как я и нарисована кукуруза. Ну, да. Дальше. Ой, это желейки. Желейки, желейки, желейки. Класс. Они в виде ягодок разных. Здесь вот и малинка, и что-то еще. Ну, прикольная штучка. Поехали дальше. Слушайте, тут так много всего на самом деле. Это арахисовые такие штучки. Я бы их приравняла все-таки к пивной закуске. Не знаю, почему они в сладостях, но на самом деле здесь даже перец нарисован. Я думаю, что это все-таки больше как такие хрустики к пиву. Ну, попробуем. Кстати, на самом деле у японцев очень странные вкусовые предпочтения, так же, как и у корейцев. Они любят либо все мега сладкое, либо острое. И, например, у корейцев у них даже закуски к пиву, они невероятно сладкие. Их невозможно есть. Мне привозили попробовать. И, ну, не знаю, вот мне не зашло вообще. Может быть, вам такое нравится, но сладкое как-то такое себе. Так, это еще одна кукурузная, наверное, не наверное, да, это еще одна кукурузная палочка. Все с прикольными изображениями. Такая штучка. Ага, и еще одна тоже такая же штучка. Ну, прикольно. Так, дальше. Что это у нас такое? Ну, арахис в шоколаде. Да. Или не арахис в шоколаде, но какие-то зернышки, в общем, в шоколаде. Попробуем. Не знаю, на самом деле, как это все будет естся. Я бы, я просто, если сейчас начну все это есть, то я уже не остановлюсь. А это картофельная закуска. И... А почему тут яблоко нарисовано? Нет, боже мой, знаете, что это такое? Помните, в детстве нашем были такие штучки, их кидаешь в раскаленное масло, и они надуваются. Вот это вот именно такая же штука. Ну, только они с непонятным вкусом, потому что здесь нарисованы и яблоко, и лук, и картошка, и какие-то куски говядины. Что-то... Ну, не знаю. Я, когда все это попробую, я потом в комментариях буду отписываться. Попробовала вот это вот на вкус вот так. Попробовала вот это вот на вкус вот так. А это... Вообще без понятия, что это. Ну, тоже похоже на какой-то кальмар, что ли, я не знаю. Ну, что-то... Что-то подобного рода. Так, дальше. Что это у нас такое? Конфетки у нас типа тик-така, вот что-то в подобном стиле, и оно с виноградным вкусом. Это понятно по изображению. Так, что у нас тут осталось? Ух ты! О, это что-то пьется. Написано refresh drink. Наверное, это что-то типа освежающее, тонизирующее. 185 миллилитров, какая-то странная дозировка такая, вот так это выглядит. Написано, что с 1971 года. А что с 1971 года, непонятно. Естественно, все без какой-либо русской локализации, все на японском, сплошные иероглифы, поэтому ничего не понятно. Дальше. Так, еще вот что-то, две штучки осталось. Это тоже какие-то вкусняшки. Бу! Такая хэллоуинская штучка, видимо. Прикольная. В общем, я буду пробовать и повторюсь, и буду отписываться в комментарии. И здесь печенька. Печенька в виде мишки. Тут какая-то из этих мишек, я так понимаю, будет в форме нее эта печенька. Да, надеюсь, он не попадется с микрофоном. И читать не вредно. Вот, ну что, все. Ну, смотрите, на самом деле очень много всяких вкусняшек. И мне кажется, это все будет очень прикольно, приятно и вкусно. Да, то есть я попробую. Вам отпишусь, как это все. Потому что при вас кушать это было бы совсем не очень, да? Вот. А моим друзьям из Аками Бокс я передаю огромный привет. Большое спасибо. Это было очень неожиданно для меня. Ребята сделали для меня такой приятный сюрприз. И да, и они сделали приятный сюрприз и для вас, потому что по промокоду Ника Ленина вы получите скидку в 3 доллара на вот такую посылочку. Ну, очень даже приятно. Поэтому попробуйте, закажите хотя бы один раз. Получите приятные и интересные, и новые ощущения. И я думаю, вам понравится. И мне, я тоже думаю, понравится. Ну что же, надеюсь, вам не было со мной скучно. Спасибо за просмотры. Не забывайте в комментариях писать ваши любимые песенки. Те песенки, которые наберут самое большое количество лайков. То есть не надо писать по 350 раз название одной и той же песни. Увидели название песенки, которая вам нравится? Лайкнули. Я потом отсортирую комментарии по популярности. И именно та песенка, у которой будет больше всего лайков, она пойдет у меня в работу. Ну что же, кушайте вкусняшки. Слушайте хорошие песни, камеры. И до новых встреч. Па-па! Субтитры сделал DimaTorzok